Здравствуйте. Доброе время суток. С вами я Михаил Шилов, автор проектов www.budushim.ru и www.budushim.ru Я хочу рассказать вам о том, какой минимальный комплект защитных протекторов должен быть у файтера, занимающимися комплексно подготовкой ударной, а именно постановкой удара, укреплением ударного звена. Дело в том, что настоящий файтер, он конечно, дерется голыми руками и должен иметь абсолютно шикарно подготовленные руки, которыми можно бить и кирпичи, и доски. Для чего? Для того, чтобы можно было ударить вашего оппонента реально сильно по голове, в свод черепа, в лоб, в локте, а в колено, в любые его защиты и не повредить себе руки. Также на улице можно попасть и временную упряжку, ну, упряжку и мне, либо во что-то, вот портсигар, например, который находится в кармане противника вашего. Также у него может быть где-то кобура доноплечная и все такое прочее. А в ней может быть оружие. И вы можете попасть на пистолет. Ваша рука не должна повредиться при этом. А поэтому набитые руки, это хорошо. Укрепленные руки, это замечательно. Но как укрепить руки? Да, набивку мы сегодня не рассматриваем, тогда буду я рассказывать про защитные средства, протекторы. Набивка это отдельная тема. А вот постановка удара без защитных протекторов на руки невозможна. Обязательно они должны быть. Почему? Да хотя бы только потому даже, что для того, чтобы можно было многократно бить по снарядам, по мешкам, по макеварам, нужно иметь руки защищенные. Если руки не будут защищены, то при 200, 200 или 300 ударах вы обязательно руки себе разобьете. И надо будет ограничивать просто время занятий. То есть либо бить по меньшему количеству приемов, либо что-то делать еще. А вот защитные протекторы, они позволяют руки защитить для того, чтобы можно было многократно повторять эти техники. Чтобы можно было два часа подряд проводить по макеваре, например, и руку при этом не повредить.